всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала для начала хочу вас поблагодарить всех за комментарии кто оставляет комментарии и лайки для меня это бесценно сегодня ребята буду с вами делиться своим рецептом блинчиков с грибами это грибная начинка у меня таким же способом готовятся как в пирожки так и блинчики я ее готовлю когда не охота мне лепить пирожки так я делаю просто-напросто блинчики и они получаются невероятно вкусные а что и как делать сейчас расскажу а понадобятся нам абсолютно простые продукты это грибы шампиньоны а вот я взяла большую луковицу растительное масло кусочек сливочного масла и немножко соли грибы я уже почистила я их не мыла я их просто почистила взяла ножичек и вот эту пленочку просто вот так вот аккуратно она снимается все и поскоблила шляпочку ножичком все обрезала кончик ну надеюсь понятно я вам каждый раз объясняю просто не хочу на это время заострять сейчас для начала начнем пережаривать лук включаем как всегда сковородку или наливаем на нее немного растительного масла и еще отправляем сливочное даем немножечко разогреться масло наше с вами разогрелось и не сюда отправляем нарезанные произвольные форме которые вы любите нарезать крупно мелко лучок вот я взяла две огромных луковицы у нас теперь с вами задача все это пережарить огонь у нас сначала был с вами большой теперь мы его убавляем до среднего перемешивать не забываем а тем временем мы с вами начинаем резать прибыль тоже абсолютно в произвольной форме вот как вам привычный ну вот наш с вами лук пережарился и теперь у нас с вами задача сюда отправить наши порезанные грибы я их порезала абсолютно в произвольной форме но не совсем мелко ну мне так больше нравятся они при любом раскладе а сейчас при жарке слегка уменьшится грибы добавили в сковородку и теперь перемешиваем не забываем что нам нужно немного посолить нашу начинку еще раз перемешать вот здесь такой очень важный момент когда грибы совсем прям свежие свежие они конечно очень много на себя убирают масло поэтому на мой взгляд масло маловато поэтому я чуть-чуть еще добавлю растительного немного ну вот почти грибы готовы просто если еще раз повторюсь если вы помоете грибы я конечно вы у вас тут здесь начнет все плавать в воде а если вы их просто на сухо ну почистите шляпку у вас будет все замечательно у вас будет просто вот такая красота будут еще пару минут и выключаю и нужно начинать жарить блинчики а еще напомню что у меня есть еще заводим фирменная яблочная начинка которую тоже готовится необычно вот сейчас у меня уже эта начинка готова приступаю жарить блинчики как я делаю блинчики я оставлю вам ссылку в описании попробовали на соль еще раз перемешали выключаем пока мы будем жарить блинчики начинка немножко остынет ну вот моя и яблочная начинка тоже готова осталось дело за малом на печь блинчиков и начинаем жарить наши блины раскалили сковородку тесто обязательно его распространение по сковородке чтобы она вас полностью заняла все пространство для все площадь сковородки и ждем когда вот эта вся жидкость нашего теста практически выбориться происходит это все буквально очень быстро все все у нас выбралось ничего ничего не течет поэтому берем и просто переворачиваем на другую сторону а и и обязательно слегка смазываем сливочным маслом от этого блин будет мягче и его будет легче сливочным маслом сворачивать дальше продолжаем процесс дальше продолжаем процесс дальше когда снимаешь это не будет по-другому а когда без съемки это все значительно быстрее у меня получается но ничего мне же нужно с вами поделиться прекрасным рецептом сковороду каждый раз мажу растительным маслом и вот у меня видите наколот кусочек сала можно наколоть картошку можно даже луку лицу вот видите все насколько быстро происходит вот ну а вот этому товарищу придется сегодня есть блины с таком пустые лежит ждет и вот этот блогер сидит ждет блинов вот с одной стороны пожарили и выложили сразу начинаем мазать сковородку пока она у нас прогревается мы чуть-чуть с вами мажем блинчик и опять выливаем чуть меньше половинка я выливаю на сковородку и продолжаем жарить так тем временем мы с вами включаем другую сковородку пока она с вами немного будет прогреваться ставлю ее на чуть меньше большого огня ой куськина каша влезла в кадр но ничего такая жизнь что делать я сегодня уже и куськи кашу сварила так и начинаю заворачивать свои блинчики вот вот такая красота будет чем я мажу опять начинаю промазывать уже другую сковородку и заворачиваю и тут же выкладываю на сковородку блинчики процесс этот происходит у меня очень быстро рука у меня уже на это слегка подгорел надо немного огонек убрать убрать убавить так сковороду намазали маслом чуть-чуть помазали блин и опять выливаем новый пока он не жарится я заворачиваю другие и отправляю на другую сковородку все быстро годами руки уже привыкли горячим блинам а раньше я надевала резиновые перчатки и было было вообще не горячо поэтому тем кому очень горячо можете или дождаться пока совсем все остынет или надеть просто резиновые перчатки вот а еще и эти блинчики делаю и с мясом тоже я вам начинку оставляла она она полюбилась моя начинка вот вот я могу сделать с вечера эти блины просто под пленочку потом их выложить вот такие в сложенном состоянии только потом когда я буду их утром приготовить на завтрак я уже буду их готовить на маленьком огне и при закрытой крышке ну вот ну вот еще теперь сейчас еще с яблоком потому что у меня там желающих много ух ты видите какая у меня яблочная красивая начинка она прям нежная нежная потом обязательно вам блинчик разрежу и покажу насколько это красиво ох горячо видите какая красивая она прям вот она прям вся сочная яблочная а вкусная вот такая красота у меня сегодня будет на завтрак прям праздник так ну вот видите оп чуть-чуть лучок нам не нужен этот так вот вот такая красота ну вот немного наши блины надеюсь я успела ох 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 ну ничего с припеком называется не успеваем конечно снимать и жарить блины это это нелегко ну ничего и у меня бывает что делать вот такая красота у нас с вами сегодня ребят получается вот такая красота у нас с вами сегодня получилось сейчас я вам покажу что получается в разрезе вот такая красота получается в разрезе вот можно конечно положить немножко побольше блинов грибов в начинку но все-таки с грибами я не рекомендую много очень увлекаться начинкой потому что она все-таки такая более насыщенная и это невероятно вкусно так этот мы потом будем доедать а вот я вам хочу очень показать свою яблочную начинку я не знаю пробовали вы не пробовали вот такой вот прям блин не мокрый прям как желе прям я даже не знаю как мармелад или как что но ребята вы попробуйте это просто яблочная начинка это тоже невероятно вкусно не менее вкус вкусно ой мясной просто нет слов всем приятного аппетита готовьте с удовольствием а пока пока ну конечно же Кузенькиных. Два блин. Приятного аппетита. Да, все так быстро. Все вкусно и всегда быстро заканчивается. Да, Кузька. Тарелку помыл. Молодец. Умничка. И запить нужно. Да, водичкой. Мам, блины вкусные? Очень. Обалденно. Все, ребята. Всем пока. Мириалли.